Друзья, всем привет! Около недели назад я получил три новых ножа. Видео с их распаковкой вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, ну, либо где-нибудь вот тут будет такая пимпочка, нажать и там будет ссылка. И сегодня настало время первого обзора. Сделать я его решил вот на этот нож от компании Y-Star, ну, или Y-Star. Неделю я таскал его на кармане, у меня сложились определенные впечатления об этом ноже, и сегодня я уже в полной мере смогу с вами ими поделиться. Вот так выглядит этот монстрик. Сегодня я продолжаю экспериментировать видео. Обзор буду писать аж на две камеры, то есть основная наша фронтальная камера и вот эта маленькая приблуда. Что из этого получится, я не знаю, так что, ну, ребят, если будет как-то коряво, не обессудьте, мы пробуем, экспериментируем. Я стараюсь улучшить контент для вас. Ну и первое, что хочется отметить, это большое сходство. Вот этого ножа с ножом Benchmade Deja Vu. Многие это отметили в комментариях к видео с распаковкой, и это действительно так, но при всем при этом ножи эти достаточно разные. Форма этих ножей действительно схожа, но при всем при этом у них есть достаточно много различий. Если визуально они отличаются в первую очередь системой открывания, Deja Vu это флиппер, а 918 открывается с помощью Spider-Hole, то механики этих ножей отличаются просто колоссально. Ну и это, собственно, неудивительно. Benchy всегда были одни из лучших в этом компоненте. Вот вы знаете, я достаточно спокойно отношусь к Benchmade. Ну, не знаю, не мое что ли. Но когда я держал в руках Deja Vu, я был просто поражен механикой этого ножа, который на первый взгляд выглядит достаточно просто. 918 же в плане механики, ну такое, я бы сказал на троечку. Но, с другой стороны, за эти деньги, что он стоит, не часто приходится ждать большего от ножа. Да и я бы не сказал, что механика-то пахая. Он, в принципе, неплохо флипует. Но кистью доводить все-таки придется, чтобы это было более уверенно. Далее, по основным ДТХ. Клинок ножа 9 Chrome 18 Malyfden. Рукоять G10. Замок Liner Lock. Вес порядка 175 грамм. Общая длина ножа 236 миллиметров. Это достаточно большой нож. По размеру он практически идентичен Милитари. Миля чуть-чуть побольше, но по ощущениям, когда ты держишь этот нож в руке, он кажется больше, чем Миля. То есть я пока их не сравнил, искренне думал, что он больше, чем Милитари. Клипсового ножа однопозиционная, под правшу. Ну и бэкспейсер также из G10. Вообще нужно отдать должное, его не пришлось дополнительно регулировать. То есть всю механику я оставил из коробки. Ну, знаете, бывает, что когда приходят ножи, причем не обязательно дешевые, это бывают и дорогие фирменные ножи, нужно иногда подогнать осевой винтик, чтобы вот клиночек там летал под вас, так как вам хочется. Кто-то утягивает, кто-то наоборот немножко ослабляет. Здесь нет, я оставил все как было, и в принципе меня это устраивает. И это неплохо, особенно для недорогого сегмента китайских ножей. За счет вот такой распушившейся, скажем так, к основанию клинка рукояти, ножом очень удобно работать вот таким хватом. То есть большой палец вы укладываете вот сюда, на вот этот выступ, и нож в руке сидит, ну, обалденно. То есть и колоть, и резать вот прямо здорово. Ну, кроме того, над указательным пальцем выступает еще плавник флиппера, который выполняет определенную роль гарды, так что нож сидит надежно. Однако у меня не маленькая рука, и у меня нож в руке сидит хорошо, но я не уверен, что в более мелкой руке нож будет сидеть так же комфортно. Вообще рукоять сделана достаточно топорно, они отличаются какими-то дизайнерскими изысками, но при этом в руке сидит она достаточно хорошо. Клинок ножа большой, тяжелый, с отличной проникающей способностью за счет вот такого фальшелезвия на обухе, и с весьма неплохим резом. Ну, конечно же, это не спайдерка милитари, но, тем не менее, нож ежет весьма и весьма неплохо. Что мне действительно нравится в этом ноже, так это его амплуа работяги. Он крупный, в меру тяжелый, мощный нож, имеет достаточно мощный клин, который сломать будет весьма и весьма непросто. Да и вообще, ну, согласитесь, нож полочником, ну, вообще ни разу не выглядит. Ну, а еще, поскольку я все-таки живу на Урале, и пока я таскал этот нож на кармане, у нас за бортом было под минус 30, меня он порадовал именно вот в таких условиях. Он чувствуется на кармане, даже в зимних штанах. И, вы знаете, мне это понравилось. Ну, серьезно, то есть, например, если на зимние штаны одеть ту же самую эндуро, ты нож вообще не ощущаешь, и ты не понимаешь, он у тебя на кармане, или ты вообще его дома оставил, или вообще что у тебя там. Здесь ты чувствуешь, да, вот он здесь, при этом он абсолютно не отягощает, и как-то, ну, не беспокоит владельца. Кроме того, мне очень понравилось работать им в зимних условиях. Его легко достать с кармана, хотя при достаточно глубокой клипсе, казалось бы, будут с этим некоторые проблемы, но нет. Наверное, все-таки за счет этого расширения к основанию клинка нож снимается с кармана весьма легко. Даже в толстых зимних перчатках его можно очень легко открыть с помощью флиппера. Плавник флиппера немаленький, поэтому все происходит совершенно без напряга. Кстати, этой фишкой похвастаться могут немногие ножи. Я имею в виду открывание в толстых перчатках в зимних условиях. Ну, серьезно, тот же самый, например, Benchmade Deja Vu, раз уж мы сравниваем немножечко этот нож с ним, открыть в зимних перчатках будет намного сложнее. Ну, потому что он со Spider Hall, и там, блин, ну палец вообще не влезет. В общем, вот такой недорогой и, мне кажется, весьма надежный нож. Ну, с Deja Vu сравнивать его все-таки не стоит. Потому что, ну, Bench, он вообще в другой лиге играет. Это недешевый нож с потрясающей механикой и так далее. Этот недорогой работяга, который можно колоть, строгать, колупать, проебать... Ну, вы поняли. Так что 918, если вам нужен нож именно для каких-то таких вот постоянных рабочих задач, я смело могу рекомендовать. Вот, вполне хороший нож. Ссылку на покупку этого ножа я оставлю в описании под видео. Там будет ссылка на мой магазин, где нож будет стоить чуть дороже. Будут ссылки напрямую в китайские магазины, где он будет чуть дешевле. Так что, где заказывать, это уже на ваш выбор. Ну, и самое главное, не забывайте подписываться на канал. Чтобы это сделать, нужно нажать вот сюда. Ну, и всякие там инстаграмы, группа ВКонтакте, ссылки все будут под видео. Ну, а на этом, друзья, все. Надеюсь, этот обзор вам понравился. Всем пока и до встречи в сети. Субтитры сделал DimaTorzok